Угадайте, что здесь, ребята? Кажется, тут всё и так написано. Представляете себе? У них действительно в комплектах специальный отдельный чехол. Такие вот из белой ткани чехольчики, понятное дело, транспортировочные. У них и так есть. А это ещё отдельно упакованные чехлы, чёрные, для того, чтобы вы могли колонку хранить, я не знаю, на случай перевозки из одного музея в другой, как какую-нибудь древнегреческую статую. А теперь, внимание, мы открываем этот сверхценный, сверхсекретный объект. Ой, божь ты мой. Да, естественно, как рассматривать колонку, если не сзади? Ну, это всё понятно, вы посмотрите на этот фазик. Вы помните фазики в старших этих самых Motion XT? Так тут тоже, понимаешь, да? Вот. При желании отсюда можно через фазик вытащить твиттер. Можно было бы вытащить твиттер, если бы тут был обычный твиттер. Но он-то необычный. Товарищи, у нас ещё будет время для бесед, но сейчас я хочу сказать вам о том, что переполняет моё сердце. Товарищи, я Ленина видел. Узнали цитаточку-то, а? Ну, если серьёзно, ребята, тут со мной случилось на днях, как-то удивительное, не удивительное, а очередная история приступа аудиофилии, которая меня несколько поломала, потому что я впервые в жизни был в гостях у одного серьёзного гражданина и услышал там в живой системе, наконец-то, впервые в своей жизни усилители конда. Не то, чтобы я никогда с ними не сталкивался, понятное дело, я несколько систем с ними видел и слышал, но это всё были системы, ну, такие там, в шоу-румах, на выставках. Это всё, вот, правда, это всё не то. По той простой причине, что аппаратура такого уровня, ну, там какие-то, ну, то есть, в смысле, даже о ценах и смысла не стоит рассуждать, потому что изделие мастера конда это какая-то такая вообще абсолютно отдельная в нашем аудиофильском мире вершина, недостижимая ни для кого больше. Эти все её, ой. Да, и эта аппаратура, понимаете, даже не такой степени сложности, о такой степени художественной проработки электросхемы, что слушать её между делом невозможно, ну, в смысле, возможно, но это бесполезно и бессмысленно, потому что ты не поймёшь, что к чему. Конду нужно слушать в сложившейся системе, когда уже всё срослось, и человек, который эту систему строил, понимал, что он делает, и тогда ты услышишь то, что на самом деле стоит этих бешеных денег, времени и усилий. И вот я, зараза, этот однотактный конда услышал, наконец, как положено. Понимаете, эта штука, она должна поселиться в твоём мире, начать жить, а ты должен её не только понять, но ещё и принять. В общем, я принял. Но я не буду больше про конда, это, правда, отдельный разговор. Дело в том, что меня настолько проняло, я давно уже сижу на транзисторах, ну и как-то лампы, я лампы уважаю, люблю, всё хорошо, но тут вдруг меня настолько вот пробрала эта ламповая проникновенность японская, что я прибежал домой и вытащил своего, значит, ото аудионотовского и стал сразу втыкать во все подряд колонки в поисках того самого, да, забытого ощущения этой лампы, потому что аудионот давал мне это. Ой, конечно, между нами говоря, Петя Квортруб, конечно, между прочим, не зря это аудионот английский Петя Квортруба, а аудионот японский это, собственно, конда. То есть, в общем-то, но между ними пропасть, честно. Между ними, конечно, пропасть. Тем не менее, к чему я это всё, коллеги? К тому, что в момент душевной драмы у меня среди прочей акустики оказались на тесте вот эти вот новые Martin Logan Motion XT-B100. Ничего себе, я запомнил, как они называются, вплоть до цифр. Про напольники вы, наверное, помните, мы уже снимали видос, довольно смешной, опять же, с отдельным экскурсом по фазоинверторам. Здесь же полочник. Это старший полочник в этой ряники, там куча колонок, на самом деле. Полочников у них две. Это с индексом B100, а есть совсем маленький с индексом B10. Ну, он такой, типа, прям, реально для тыловых каналов, а вот это уже полноценная габаритная колоночка. Ну, пройдёмся ещё раз по технологиям, да. Значит, во-первых, здесь используется тот самый AMT Twitter. Твиттер, то есть гармошечный, да. Опять же, не путать с ленточным, это гармошечный. Десять раз я описывал, как он работает, достаточно. Скажу только, что Martin Logan старается в своих корпусных колонках использовать именно эти твиттеры, потому, что по фактуре, звуку, по характеру они стремятся действительно к ощущениям, которые дают электростатические колонки Martin Logan, которые являются, так сказать, знаковыми для бренда. Ну, нет, конечно, это не электростат, понятное дело. Но действительно, некоторая фактурка здесь присутствует. И да, технически он, конечно, лучше любого купольного твиттера с точки зрения количества искажений и, собственно говоря, эффективности его работы. Но тут они ещё сотворили что-то невероятное, потому что они увеличили размер этого самого AMT-излучателя по сравнению с предыдущей линейкой этих же Motion'ов чуть не в два раза. Ну, то есть он реально здоровенный. Да, и, конечно же, самое приятное для меня, теперь эта самая гармошечка, там, в гармошечке они вот так вот идут, а это защитные решёточки. Эта гармошечка стала не из жёлтенького, такого непонятного цвета, а чёрного. Поэтому это теперь называется твиттер второго поколения Obsidian. Чему бы здесь Obsidian, кроме чёрного цвета? Наверное, тоже эти Олды пересмотрели Игры Престолов. Внизу СЧНЧ-излучатель, вполне классический, литая корзина, резиновый подвес, сам диффузор из Nomix. Теперь какой-то стал вдруг очень популярный материал. А что такое Nomix, кстати говоря? Вы как-нибудь задумывались? Это, между прочим, ну, тоже плетёное кевларовое, хотел сказать, карбоновое волокно, один из видов, которое, между прочим, фирма DuPont запатентовала ещё в 60-х годах прошлого века. И эта штука используется и сейчас, и как используется, ребят, чтобы вы понимали. Фишка в том, что он невероятно жаропрочный. Ну, там, понятное дело, что ещё и в принципе прочный, но тем не менее. Короче, как оказалось, в Формуле-1 шлемы, комбинезоны, перчатки пилотов все из Nomix. Потому что он до 370 градусов выдерживает температуру. И когда вся эта красота Формула-1 вспыхивает, как раз успевают достать пилота так, чтобы он не это... Nomix защищает. Значит, потом у пожарников американских тоже половина всего, все амуниции из Nomix. У них ещё такие специальные смешные шапочки номиксовые, которые под шлем надеваются. С ума сойти. И пилоты истребителей. Тоже, значит, опять же, американских. Там у них весь комбинезон тоже Nomix. Опять же, на случай, если в кабине что-то загорится. Во какая заковыка! Ну, в данном случае нас интересует, конечно, не жаростойчивость, хотя я не знаю, кто будет пытаться его поджигать. А то, что он, понятное дело, лёгкий и при этом достаточно жёсткий. И плюс у него внутреннее демпфирование хорошее, то есть у него очень мало внутренних... Как очень хорошо гасит любые внутренние резонансы. Ну, вот, в принципе, по матчасти и всё. И поэтому теперь можно сказать о главном. О главном вот что, ребята. Я давно заметил, что именно корпусные колонки Martin Logo, в отличие от электростатов, конечно, электростаты это всё-таки отдельная история. Так вот, корпусные их колонки невероятно каким-то... Ну, я не знаю. Я не знаю, я не думаю, что они специально это имели в виду, но они невероятно снисходительны и подходят к ламповому усилению. Причём я не говорю о каких-то лампах таких, знаете ли, серьёзных, мощных, а именно о классических ламповых усилителях таких, которые там типа 10-12 от силы 20 ватт. Вот как мой аудио-нот-от, у которого 12 ватт на канал. Это ещё пуш-пул. Понимаете, я перетнул во много разных своих колонок. Понятное дело, что, например, с пайлоном, вот этим вот, с огромным лопухом, это тоже сочетание с лампой хорошее. Ну, в смысле, хорошее, одно из идеальных. Но это другое, потому что там сама акустика, она как бы в классическом таком стиле сделана. Да, опять же, с рупором на верхах. А здесь у тебя совершенно другой концептуальный подход, и при этом это с лампой идеально играет. 12-ваттный отт, а здесь просто как влитой запел сразу. И я такой прямо, а, вот оно, то самое ощущение. А, потому что, ну, ладно, ладно, не конда. Но вот это сочетание ламповой пеучести с прозрачностью и достаточной остротой и быстротой, которую всё-таки Питер Коттер может сделать в своих усилителях. И вот эти штуки это показывают. Без замедления и лишней сатурации. Удивительное рядом. Ну, оно и понятно. В принципе, эти полочники 93 дБ, 4 омочувствительности. Наверное, импеданс достаточно ровный, потому что действительно не нагибает усилитель ламповый, даже такой, ну, не выдающийся с точки зрения контроля акустики, как Audio Note Oto. И эти колонки, понимаете, ему позволяют раскрыться. Вот в чём дело. Потому что, опять же, с тем же Пайлом они сразу... Они сразу создают вот этот вот образ такого ретро-звука. Он кайфовый, сочный, красивый. Но это классика абсолютная для лампоусиления. Всё понятно. Там есть сразу некий образ и некий тембральный паттерн. Здесь же мы имеем дело с абсолютно современной супертехнологической акустикой, которая заточена на прозрачность, на детальность, на ровное воспроизведение. И неожиданно оказывается снисходительной к ламповому усилителю. Ну, потому что, давайте говорить так. Обычно к лампе что ставят? Ну, всякую вот, я не знаю, ширик, рупор, какую-нибудь эзотерику безумную. И сами акустические системы настолько вносят много себя в этот звук, что лампоусилитель там, ну да, он даёт свою какую-то фактуру, но ты не слышишь его способности до конца. Здесь же ты включаешь аудио нот. И вот, скажем, с колонками аудио нот тоже самое. Вот были колонки АНЕ. Они сами себе настолько по-своему звучат, что за ними усилитель, какой бы ты ни включил, нет, они по-разному звучат, если что, да. Они разные. Но до конца понять, что там в этом усилителе, невозможно. Здесь же как раз вся фишка, потому что ты всю фактуру конкретного аппарата слышишь, причём лампового, 12-ваттного. Он, с одной стороны, и играет нормально, и масштаб даёт, и скорость, и бас. С другой стороны, ты слышишь все нюансы фактуры. Вот почему вот он именно так сделан, какие там лампочки, как они звучат, потому что прозрачность идеальная. Потому что здесь, как это было принято несколько лет назад писать, не несколько лет назад, когда супертвиттеры появились, лет 15 назад, хайрезный звук у колонок. Ну, это, конечно, такой эвфемизм. Но, тем не менее, звук высокого, действительно, разрешения, с минимальными искажениями. Спасибо, кстати говоря, АМТ-гармошечке. Вот. И это позволяет тебе раскрыть усилитель до конца. Не просто раскрыть его потенциал как усилителя, но и как вот обладателя того самого лампового характера. Колонки становятся идеальным таким прозрачным окном, через которое ты видишь все нюансы устройства и усилителя, и источника звука. И, честно говоря, это редчайший случай на моей памяти, когда ты получаешь такой эффект не за какие-то несчитанные миллионы. Да, не поймите меня неправильно, что эти колонки под лампу. Нет, они будут у вас играть. Я думаю, что вот эти конкретно реально с любым усилителем сыграют. Пожалуйста, класс D там какой-нибудь 25-ваттный транзистор винтажный. Я думаю, что тоже раскроется. Услышите все шорохи и скрипы в вашем регуляторе громкости. Короче, они позволяют раскрыться тракту за ними. Вот в чем кайф этой акустики. Но почему я... Ну, мне цепанула эта вся ламповая история. Ну, и конкретно на моем тракте, конечно, это вот просто, к слову, для примера, чтобы вы поняли. Даже ничего рассказывать не буду. Это пластинка Джона Скофилда, гитариста такой, 22-го года на ECM. Здесь ровно два инструмента. Гитара и лупер. То есть это такой вот, кстати говоря, между прочим, сейчас я понял, что это хороший парафраз происходящего. Потому что здесь суперсовременные высокотехнологичные сверхпрозрачные колонки с абсолютно классической ламповой схемой. Здесь же классическая джазовая гитара в сочетании с сэмплинговым современным инструментом. Вот точно, точно, точно. Это дает совершенно новые, неожиданные эффекты. Новые переживания, понимаете. Ради чего мы бабки-то тратим. Ну, а эту пластинку вы просто послушайте. Послушайте. Так же, как и эти колоночки. А, закончим мы все-таки сзади. Очень нравятся мне Мартин Логановые клеммы. Как это называется? Проприетарные. Ни у кого таких нету. Они сами все делают. Но больше всего мне нравятся, конечно, эти их перемычки. Очень выглядят красиво с точки зрения формы. Но мой вам совет. Первым же делом поменяйте их на что-нибудь поприличнее. С точки зрения технической. Хороший проводок или вообще фирменные перемычки. И эти колоночки вам еще новое покажут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова